МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В проекте «Взрослые дети» мы познакомили еще двоих одинаково одиноких людей. Только что завершилась ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина. В этом году президенту было задано несколько десятков вопросов. Участие в пресс-конференции приняли больше 1700 журналистов со всего мира, в том числе четыре представителя алтайских СМИ. Ну а наши новости накануне мероприятия запустили в соцсетях опрос жителей. О чем бы вы спросили президента? Большинство вопросов традиционно посвящены социальным проблемам. Жители просили остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги, цен на бензин, снизить стоимость авиабилетов из краевой столицы, индексировать пособия по уходу за ребенком от полутора до трех лет и предоставить льготы сельским жителям. Несколько вопросов касалось реализации программы «Молодая семья». Рассказать о том, как она реализуется в крае и в чем основные проблемы власти нам пообещали завтра. Кроме того, в ближайших выпусках новостей вы узнаете и ответ на вопрос, будут ли Алтайскому краю и, в частности, Барнаулу, выделяться федеральные средства на переселение из аварийного жилья. Сюжет на эту тему уже готовится к эфиру. Контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта в Барнауле должен быть усилен. Об этом заявили сегодня на рабочем совещании в администрации города после аварии с автобусом, в которой пострадало сразу 20 человек. Трое пассажиров до сих пор остаются в больнице. В каком состоянии они сейчас и могут ли рассчитывать на какие-то компенсации, расскажет Валентина Аскерова. По степени повреждения видно. Автобус врезался в столб на скорости. Позже инспекторы ГИБДД назовут основную причину. Водитель не справился с управлением. Да занесло автобус. Я на тормоз, а его боком и в столб. С народом полная. Конечно, есть полный салон. Управляла автобусом молодая женщина. Права категории «Д» она получила полтора месяца назад. Прошла стажировку и сразу села за руль пассажирского автобуса. Понятно, что опыт небольшой, но законодательство разрешает нам работать с такими водителями. В настоящий момент мы ее от работы водителям отстранили. В результате аварии пострадали сразу 20 человек. Их экстренно отвезли в больнице. После обследования госпитализировали семерых. А к утру на больничных койках осталось три человека. Состояние можно квалифицировать как промежуточное между средне-тяжелым и удовлетворительным. Поскольку все равно существует элемент испуга, шокового какого-то состояния. Ни болевого шока, ни какого-то геморрагического. А вследствие вот случившегося происшествия. Мало кто знает, а покупая билет на проезд, мы приобретаем своего рода страховой полис, который гарантирует нам право на получение компенсации, если в дороге мы получим какую-либо травму. Сегодня вопрос о компенсациях пострадавшим в ДТП первым делом решался на рабочем совещании в городской администрации. Компании «Евробус плюс», которой и принадлежит 35-й автобус, было дано указание. Решит все вопросы по выплатам. Но юристы рекомендуют обращаться в страховую компанию перевозчика самим, причем с полным пакетом документов. Справка о ДТП, постановления, протоколы, все, что относится к данному вопросу. Документы с больницы о перечне повреждений, степени тяжести повреждения, иные документы, заверяющие личность. Сама по себе сумма страховой выплаты колеблется от 2000 до 2000 миллионов рублей. Между тем ГИБДД продолжают проверку. Среди косвенных причин происшествия может быть и плохое состояние дорожного полотна, а не только неопытность водителя. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. Причиной серьезных дорожных аварий, отмечают водители, нередко становится неудовлетворительное состояние дорог. Так, жители сразу нескольких городов края жалуются на нечищенные улицы. В свою очередь, дорожники уверяют, что в самые пиковые дни работают на пределе возможностей. К примеру, в Барнауле только за сутки вывезли почти 3500 кубометров снега. Для этого потребовалось больше сотни спецмашин. В первую очередь, коммунальщики расчищают центральные улицы городов, а к уборке снега во дворах и на тротуарах подключаются дворники. Но, по мнению горожан, этих мер явно недостаточно. По центральным дорогам довольно, а вокруг дома в кварталах нет. Не чистят. Только за минувшую ночь высота снежного покрова в регионе выросла в среднем на 6 сантиметров. В отдельных районах до 9. На ближайшие сутки синоптики вновь прогнозируют снежные заносы и метели. Испытание сильными морозами ждет не только автомобилистов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие трое суток в регионе ожидается понижение температуры до минус 36 градусов. Причина морозов – мощный антициклон из Арктики. Он будет царить от Урала до Дальнего Востока. Днем температура в Алтайском крае упадет до минус 22, а ночью столбик термометра может опуститься местами до 36 ниже 0. Сейчас все службы спасения приведены в повышенную готовность. Подразделения МЧС, пожарные спасатели и все реагирующие подразделения готовы к ликвидации возможных последствий непогоды и оказанию помощи гражданам. При необходимости будут открыты мобильные и стационарные пункты обогрева для водителей и их пассажиров. Ближе к воскресенью синоптики обещают небольшое потепление до минус 16 днем и 36 ниже 0 ночью. Однако в начале следующей недели морозы снова начнут крепчать. Температура воздуха в крае опустится ниже 30. К другим темам. Общественный и природный порядок обсудили сегодня алтайские депутаты на последней в этом году сессии законодательного собрания. Особое оживление у парламентариев вызвал вопрос о проведении в крае митингов и протестных акций. Почему? Знает Анастасия Драган. Хочешь организовать митинг – предупреди. Передумал – тоже предупреди. По новому закону организаторы протестных мероприятий обязаны известить участников и власти об отмене за день до его проведения. Такое предложение сегодня поддержало большинство, но оппозиционеры указали на недоработку закона. Нужно прийти на пять минут организатора, там побыть формально. Ну, он был формально. Люди не пришли, было бы ничего страшного. И, в общем-то, тогда получается, что эта мера на него отходится. Не информируете людей об отмене, и к вам никто не приходит. Наверное, грош цена будет организатором мероприятия, как политик. А что происходит на практике? Вы сами видите, что процедура проведения в большинстве мероприятий организации, она из депюра удовлетворительно превратилась в разрешительную. Очень сложно провести. Всегда есть основания для отказа. Отказов станет больше в сфере особо охраняемых зон. Сегодня депутаты утвердили особый режим для буферных, то есть приграничных заповедникам, заказникам и природным паркам территорий, которых на Алтае 104. В паспорте земель будут четко прописывать виды использования. Буферная даже зона будет защищена от строительства объектов, гостиниц, отелей, баз и так далее. А при использовании других земельных участков в черте Барнаула уже в новом году изменится порядок сбора аренды. Полномочия краевых властей передали городским. Гаражи, машина, место, площадки под стоянки, платежи идут в городской бюджет, поэтому администрировать будет город Барнаул. А главными законами уходящего года председатель КЗС Александр Романенко назвал утверждение краевых льгот в связи с пенсионной реформой, бюджета, повышение зарплат сотрудникам госучреждений, а также право на вынос из леса валежника. Анастасия Драган, Андрей Печеркин. Наши новости. Алтайские депутаты утвердили сегодня и кандидатуру на должность краевого прокурора. После согласования с Генеральной прокуратурой надзорное ведомство возглавит Александр Руднев. Он наш земляк, ему 44 года, закончил госуниверситет и с 96 года работает в прокуратуре. Служил в трех алтайских районах, а в последние годы занимал должность первого заместителя прокурора Волгоградской области. И Волгоградская область, и Алтайский край по численности населения и территории сопоставимы между собой. И несмотря на некоторые особенности каждого из регионов, в принципе, существующие там и здесь проблемы примерно одинаковы. Документы о назначении на должность прокурора Алтайского края направят в Москву в ближайшие дни. Напомним, Александр Руднев сменит на посту Якова Хорошева, который перешел на работу в прокуратуру Новосибирской области. Около 600 телесеансов провели алтайские врачи за последние два года. И это только то, что касается неврологических заболеваний. Ведущие специалисты региона обсудили первое достижение телемедицины на примере районных медучреждений. Еще пару лет назад в крае прибегали к цифровой медицине только для консилиумов. Теперь с помощью оборудования, которое устанавливают в самых отдаленных районах, опытные врачи из краевых больниц через интернет могут получать рентгеновские снимки пациента, результаты его анализов, а также консультировать своих сельских коллег за сотни километров в режиме онлайн. Устанавливается камера, устанавливается компьютер, врач прицепляет микрофон и полностью проводит осмотр. Мы задаем вопросы, если надо, уточняем какие-то аспекты, смотрим рентгеновские снимки, смотрим снимки КТ, данные дополнительных методов обследования и проводим таким образом консультации. Врачи подчеркивают, что телемедицина может решить ряд вопросов в кадровом дефиците сельских врачей. В ближайшем времени специалисты планируют проводить онлайн-операции. И сегодня медицинские учреждения края получили 49 машин скорой помощи. Это внедорожники класса В, оснащенные всем необходимым. Новая техника отправится в 31 населенный пункт. 14 машин останутся в Барнауле, 5 уже уехали в Бийск, 2 в Рубцовск. Большинство автомобилей распределили в центральной районной больнице. В основном машины достались ЦРБ, которые находятся в отдаленных районах с большой протяженностью дорог. Например, в Поспелихе путь к пациенту может составлять 70 километров. Когда автомобиль новый, не надо в него заглядывать, что он рабочий. Только следи, ухаживай со стороны водительской. Намного современнее и высокая проходимость, и полностью укомплектованнее. Не нужно будет укомплектовать уже самим. Ключи от новых машин главным врачам вручил губернатор края Виктор Томенко. Он ответил, что это первая партия санитарной автотехники, которую регион закупил в этом году. Один автомобиль скорой помощи стоит около 2,5 миллионов рублей, а их общая стоимость 125 миллионов. Большую часть денег выделил краевой бюджет. Ну а сейчас в нашем эфире еще один сюжет о людях с нелегкой судьбой. Они лишены любви, не знают, что такое семейный уют и праздничное застолье. Перед Новым годом мы знакомим разных по возрасту, но одинаково одиноких детей и стариков. В надежде. Мама, папа, Эдуард. Идеальная семья. Была. Его взяли из Иркутского дома малютки, приемные родители привезли в Барнаул. Он прожил с ними 5 лет, но, вероятно, не оправдал надежд. Мальчик вновь оказался сиротой. Сейчас ему 12, и он догадывается, почему от него отказались. Потому что я плохо учился. То есть ты сам виноват, что опять оказался в детском доме? Практически. Ну а сейчас ты об этом жалеешь? Нет. Потому что мне здесь лучше. Он, конечно, лукавит, сдерживает эмоции, стесняется признаться, что любит приемных маму и папу. Они сказали, что расстаться придется лишь на время. Пообещали вернуться. Эдуард ждет. Уже несколько лет. Он ждет, да. Он считает их своей семьей, ждет их. Ну, это его мечта? Или она может осуществиться? Ну, я думаю, скорее всего, когда он станет взрослым, достигнет совершеннолетия. Я думаю, что это может и быть. Сейчас мы будем. Нет. Однажды мальчик попытался найти свою родную мать, которая оставила его сразу после рождения. В приемной семье помогли добыть номер ее телефона, и он позвонил. Я ей один раз звонил, и то, когда был в приемной семье. Так, а как ваш разговор состоялся? Она удивилась? Нет. Ей без разницы, она на работе была. Дорогому Эдуарду. А это Николай Вальков, 80-летний житель Барнаульского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Похоронил жену, но надеялся, что еще сумеет построить личную жизнь. Женщину своей мечты тогда не встретил. Одному в большом доме было тяжело. Он его продал и переехал в семью дочери. Помогал, как мог, но со временем понял, что мешает им. Ну и психанул, думаю, нет, ну-ка, напим. Да что, я не проживу, что ли? Да я всегда проживу. И так и сделал правильно. Здрасте. Здрасте. Николай Михайлович. Крепкое мужское рукопожатие и долгие разговоры о жизни. У Николая Михайловича пять внуков, а правнуков сбился со счету. К деду они не приезжают, кому похвастаться своими спортивными достижениями, с кем сыграть партейку в датс. Теперь есть Эдуард, который, к сожалению, тоже не сможет часто навещать. Но дата их ближайшей встречи уже назначена. 28 декабря в детском доме новогодний утренник. Деда Коля в числе приглашенных. А как добираться-то, я не знаю. Довезут вас? Довезут? Ну почему не пообщаться-то? Общение – это хорошее дело. Елка почти полностью наряжена. Эдуард очень любит Новый год, но сейчас вместо мамы – воспитатель. Приемные родители, если получится, обещали приехать на следующей неделе. Но домой мальчика не заберут. В той семье уже трое своих – родных сыновей. Елена Кузовкина, Александр Антропов. Наши новости. И еще одна позитивная новость. Испытатель новогодней удачи приглашает магазин спортивных товаров «Спортхаус», где организуют специальный праздничный розыгрыш в подарок горнолыжный костюм. Приглашаем всех на акцию, которая состоится 23 декабря в 12 часов дня. Главным призом акции будет горнолыжный костюм. Также все участники получат поощрительные призы. Участниками могут стать все держатели вот таких пластиковых карт. Такой своеобразный билет на розыгрыш есть у всех, кто когда-либо совершил здесь покупку на любую сумму. Приобрести его можно вплоть до дня акции 23 декабря. Поводов для покупок немало. Здесь можно выбрать удобную обувь, теплую шапку, термобелье. А главный ассортимент – современные зимние костюмы. Будь то неспешная прогулка или занятие спортом, эти куртки и утепленные брюки задерживают тепло. Ощутить комфорт и стиль костюмов можно в торговом центре «Пионер» на третьем этаже. И в завершении выпуска о погоде. Чем порадовать настоящего мужчину? Роскошной рыболовной снастью, праздничным сувениром или подарочным сертификатом решать только вам. Настоящие подарки для таких разных, но всегда настоящих мужчин – все эти магазины в трофей. Многие мужчины мечтают о трофее. Трофей знает толк в подарках. В крае переменная облачность. Довольно морозные, местами ожидаются метели. Днем минус 19 градусов прогнозируют в Колунде и Рубцовске, до 22 ниже нуля в Олейске и Заринске. В Барнауле ночью 27 со знаком минус, днем около 20 градусов мороза. При этом ожидается метель. Напомню, телефон редакции в Барнауле 722 440. Все новости к этому часу. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова